Итак, с 1 сентября вся интернет-реклама на территории Российской Федерации подлежит маркировке и учетов. Исключений крайне малые. Это email-рассылки и пуш-аудомления по своим клиентам. То есть если вы по своей собственной базе рассылаете свои собственные товары, информацию о своих собственных товарах, это не нужно маркировать, за это не нужно отчитываться. И радио и телеэфиры, которые публикуются в интернете без изменений. Этапы маркировки. Их всего два. Это изначально зарегистрировать рекламный креатив в операторе рекламных данных, получить для рекламного креатива токен, добавить информацию, что это реклама конечного рекламодателя и токен на рекламный креатив до публикации. То есть публикуем мы рекламное объявление уже с нанесением информации о конечном рекламодателе, указав, что это реклама. Далее реклама откручивается и нужно отчитаться еще об открутке этой рекламы до конца следующего месяца. Например, в октябре мы отчитывались за сентябрь, в ноябре мы отчитываемся за октябрь. Что же от нас ожидает Роскомнадзор? Один из участников цепочки размещения интернет-рекламы должен зарегистрировать в операторе рекламных данных креатив и получить на него токен. Далее реклама публикуется с добавлением плашки рекламы и указания на конечного рекламодателя. Вместо ООО «Ромашка», например, или ИП Никита Кравченко можно указать сайт. Но в данном случае на сайте обязательно явно, легко и просто должно прослеживаться, что это за организация. Далее токен добавляется в кликовую ссылку или меню AdChoice, вот тот самый меню «Кебаб». Если нет кликовой ссылки или нет меню «Кебаб», меню AdChoice, меню «Бургер», то рекомендует Роскомнадзор написать в тексте или нанести на видео. Реклама откручивается, и если вы самостоятельный рекламодатель, который напрямую работает с Яндекс.Директом, ВКонтакте, MyTarget, дальше вам уже делать ничего не нужно. За вас рекламные системы отчитаются сами. А если вы, например, агентство, фрилансер, который работает с клиентом по договору, тогда четвертый пункт появляется. Через месяц нужно подавать отчет детализации актов по атрибутам изначальных договоров. И далее оператор рекламных данных направляет всю информацию в единый реестр интернет-рекламы Роскомнадзор. В Роскомнадзоре все эти данные агрегируются, собираются, и потом их еще можно посмотреть в специальном личном кабинете единого реестра интернет-рекламы. На кого же распространяется новый закон о маркировке интернет-рекламы? Наверное, вы уже поняли, что на всех участников рынка интернет-рекламы и на рекламодателей, юрлиц, ИП, самозанятых, и на физлиц тоже. Если вы работаете как физлицо, если вы оплачиваете рекламу как физлицо, то вам нужно будет указать данные о себе, свой личный ИНН укажете. Идентификационный номер налогоплательщиков из лица потребуется указать для того, чтобы были переданы данные в Роскомнадзор о том, для кого запускалась эта реклама, кто платил за эту рекламу. Вот суперупрощенная схема. Все, о ком я сейчас говорил, регистрируют рекламу в ОРД, в операторах рекламных данных, передают туда данные, получают там креативы, публикуют рекламу, потом передают данные по актам, например, если требуется, если вы агентство и далее. Оператор рекламных данных все это передает уже в единый реестр интернет-рекламы. Кто же эти операторы рекламных данных? На текущий момент их семь. Ну, это Яндекс, ВКонтакте, МТС, Озон, Эмбердата, Вимпелком и ОРД-лаборатория разработки — это Сбер. В Яндекс.Директе, ВКонтакте, МайТаргет и ВК-реклама маркируются автоматически, и эти рекламные системы автоматически передают данные через своих операторов рекламных данных. По всем другим форматам рекламы вы можете выбрать для себя любого удобного оператора рекламных данных, с которым вам будет комфортно работать. Что же маркировать нужно? Всю интернет-рекламу надо маркировать, это Директ, другая реклама в сервисах Яндекса, в том числе Яндекс.Бизнес, таргетированная реклама ВКонтакте, МайТаргет ВК-реклама, ВКонтакте есть еще маркет-платформа размещения в пабликах, тоже подлежит маркировке. Они, кстати, сделали автоматизированную маркировку через маркет-платформу. Реклама у блогеров, посевы, реклама в сторис, реклама в телеграм-каналах, все, что реклама, должно быть промаркировано, и за это надо отчитываться. Реклама в прямых эфирах, прямые размещения на площадках. По SEO-ссылкам пока что нет, кстати, разъяснений, как их маркировать, поэтому пока что SEO-шники ничего не делают вообще. CPA, аудио- и видеотрансляции, реклама в телеграм-эдс. Далее нужно определиться, реклама это не реклама, потому что ни рекламу, ни маркировать, ни отчитываться за нее не надо. А это можно определить обычно только с юристами, значит, это маркировать не нужно будет. Если это не реклама, то убедитесь, что у вас в договорах нет нигде упоминания слов реклама, вы не берете деньги за рекламу. Как говорят юристы, каждый кейс уникальный, и действительно, если вы сомневаетесь, реклама это или не реклама, нужно маркировать или не нужно, пожалуйста, обратитесь к юристам. Если вы вообще еще ничего не заполняли, сейчас слушаете меня, я вообще в шоке, что вообще происходит. Оказывается, с сентября уже нужно было что-то заполнять, нужно было за что-то отчитываться. Да, нужно было, но ничего страшного нет, про ответственность я вам расскажу, вас пока никто не оштрафует. Но сейчас уже пора, действительно пора. Если раньше ничего не указывали, то операторы рекламных систем все сами маркировали по платежным данным, которые у них были. Теперь надо действительно пойти, внести данные конечных рекламодателей, узнайте у ваших агентств, если вы работаете с агентствами. Если вы агентство, обсудите с клиентом, как маркировать его рекламу, потому что некоторые клиенты на самом деле не хотят, чтобы данные о них передавались в Роскомнадзор. Заключайте договор, доп. соглашение о том, что данные будут передаваться в ОРД. В принципе, в интернете вы уже сможете найти такие шаблоны. Ну и второй этап, вот я говорил сейчас про маркировку, второй этап как раз заполнение и отправка отчетов. У Яндекса есть подробная справка, вы можете почитать, изучить. Там, в общем-то, сложного ничего нет. Единственное, что много данных заполнять. После того, как отчет будет готов, нажмете кнопку «Отправить в ОРД» и все. Ну и по маркировке отчетности по другим форматам рекламы мы разобрали такие наиболее, на мой взгляд, популярные форматы. Вот такой, например, креатив. Вот это вы видите сейчас креатив. Это один такой пост, рекламный пост, который мы опубликовали в одном из каналов Telegram. И, соответственно, его же нужно где-то зарегистрировать, нужно получить токен для того, чтобы потом этот токен в этот креатив добавить. Это делается в ОРД. Например, в ОЗОН ОРД пойти или в Медиаскаут МТС. И у них у всех интерфейсы очень похожие. Вы можете работать прямо в веб-интерфейсе, можете работать с кем-то через Excel, если большое количество данных грузить, можно работать по API. Если в веб-интерфейсе, то вы просто заходите, указываете контрагентов, конечный рекламодатель, контрагент, вы сами о себе информацию, данные договоров указываете. Потом регистрируете креативы с привязкой к этим договорам. Соответственно, просто загружаете картинку, пишете текст или копипастите туда текст, добавляете ссылку. Если что-то есть еще, там, видео или что-то, добавляете все. И вот у вас креатив там появился. Далее нажимаете кнопку зарегистрировать, получаете токен. По ответственности, супер важный блок, по ответственности я три блока вынес. Роскомнадзор, антимонопольная служба и налоговая служба. Роскомнадзор – это вообще вот те, за кем вся эта система стоит. И вот регистрация креативов в RDA, передача в ERIR, получение нанесения токенов, набивки на креативы. Как раз про токены речь, нанесение токенов на креативы, ссылку, в AdChoice, на сам креатив. И отчетность – это как раз почина Роскомнадзора. Они будут это регулировать, они будут за этим следить. Второе – антимонопольная служба. Вот добавление набивки или плашки рекламы, указание конечного рекламодателя на креативы – это зона контроля антимонопольной службы. И там уже сейчас возможны штрафы до 500 тысяч рублей юрлицам. На физлиц тоже есть штрафы, на владельцев бизнеса тоже есть штрафы. И третье – это налоговая служба, федеральная налоговая служба. У них есть доступ к ERIR, они могут все проверить и, допустим, доначислить налог. Например, реклама запускалась одной организацией для другой организации, платила третья организация, никакие акведы нигде не совпадают. Теперь налоговая это все сможет проследить, отследить, доначислить налог. Вот и все. Ответственность лежит на всех участниках цепочки размещения рекламы за передачу данных, за маркировку. Не думайте, что если вы самостоятельный рекламодатель, который работает с агентством, то если агентство что-то не сделало, оштрафует агентство, а вас не оштрафуют. Пока нет никакой судебной практики, а закон только появился, никакой практики нет. Пока нет судебной практики, я рекомендую вам держать в уме, что оштрафовать могут и вас. Рекламодатель может по договору поручить передачу данных агентству или фрилансеру, и в большинстве кейсов, которые я сейчас вижу, именно агентство и фрилансеры, в общем-то, этим и занимаются. Окей, дошли до конца. Что сейчас делать? Тут могло бы быть намного больше пунктов, но я такие основные определил. Это действительно сейчас нужно сесть и подумать, что вам нужно маркировать, а что нет. Если вам непонятно, нужно маркировать или нет, обратитесь к специалистам, обратитесь к юристам. Заполняйте данные в рекламных кабинетах операторов рекламных систем или Елама. Если работаете с Яндекс.Директ, ВКонтакте, МайТаргет, это уже можно делать сейчас. Делайте это, пожалуйста. Выберите оператор рекламных данных для маркировки и отчетности по рекламе, если вы работаете по рекламным форматам, отличным от операторов рекламных систем, про которых я сегодня рассказывал. Четвертый пункт. Разбирайтесь. Без паники разбирайтесь, потому что есть нештрафуемый период от Роскомнадзора. Ну и изучайте материалы по теме, следите, конечно, за новостями. Еще очень много всего изменится. Редактор субтитров А.Семкин